Знавшие Ивана Ивановича Хохлова подтвердят, он был олицетворением доброты, крутости, самопожертвования и служения искусству, с рождения словно предчувствовавшей испытания. Иван Хохлов родился в православной семье русских интеллигентов, воспитывался в любви к искусству. В три года он стал самозабвенно рисовать. Для тихого, не знающего лжи и фальши мальчика, рано осознавшего себя художником, стало потрясением, когда учительница рисования в школе обвинила его в плагиате. И он очень хорошо нарисовал, действительно. Учитель сказал, я тебе двойку ставлю, это не ты делал, это тебе сделали взрослые. Иваня расстроился, но потом. И потом он всегда знал, что он будет художником. В 14 лет судьба посылает Ване серьезное взрослое испытание – полимиелит. Родители бросились спасать мальчика. Помог слепой массажист-фронтовик, бывший летчик. Нет, полностью такой диагноз не снимется. Но Ваня смог не только рисовать, закончить десятилетку с золотой медалью и художественную школу с отличием, но еще и поступить в полиграфический институт, где сразу обратил на себя внимание. В институте Иван Хохлов увлекается Босхом, Брейгелем и Модельяне, впитав многое от этих мастеров. Книжная иллюстрация становится главным делом его жизни. Дипломная работа, иллюстрации к «Снежной королеве» поразили экзаменаторов, и выпускника института сразу приняли в Союз художников. Редчайшее явление для тех лет. Потом были 20 лет успешной работы в ведущих книжных издательствах страны. Успех, как графика, был не меньшим. Его линограферы пользовались большим успехом и находятся в солидных частных коллекциях. Разрушительные 90-е оставили без работы многих. Иван Хохлов впустился в свободное творческое плавание. У себя на фанерной даче в Барвихе в тишине он, наконец, отдался своим личным замыслом, и это, конечно, детская книга, создание детских сказок и иллюстраций к ним. Несмотря на тяжелую болезнь, творчество Ивана Хохлова всегда оставалось светлым, добрым, по-детски открытым, ироничным и глубоким. Таковы его сказки. В последние годы Иван Иванович вместе со своей женой, верным другом, музой и ангелом-хранителем Екатериной стали устраивать детские праздники на своей скромной даче. Иван Иванович устраивал представления, выставку своих работ дарил детям книги «Говорил об искусстве». Он вообще много жертвовал, много заботился о больных детях. На свои скромные средства он умудрился издавать свои книги и дарить их больным детям в онкологическом центре на Коширке и воспитанникам детских дамов. Он надеялся, что улыбкой хорошее настроение подарят им силы и надежду на жизнь и исцеление. Впрочем, самому художнику не удалось справиться с болезнью. Друзья были потрясены внезапным уходом Ивана Ивановича из жизни. Потрясены, потому что такие люди остро нужны на земле. Иван Иванович был человек нездоровый физически, не очень здоровый, но посмотрите, какая мощь творчатиков. В общем, это был, конечно, настоящий художник. Настоящий художник, всецело отдававший себя именно работе. После ухода Ивана Ивановича его мать и жена долгие годы, поддерживавшие его, решили закончить начатое художником. Они издали несколько книг Ивана Ивановича и вновь стали их отвозить больным детям. А хозяйка галереи сосны Людмила Александровна Тюгаева, дружившая с художником 10 лет, устроила эту выставку. В нашей экспозиции вы видите, можно сказать, синтез различных направлений и методик, которые он использовал в своих работах. Данная выставка – история творческой жизни художника, где представлены части нескольких его циклов, таких как «Гиблейский», работы, посвященные родной Барвихе, цикл «Параллельные миры», дань любимому Брейгелю и, конечно, полная юмора, светлой иронии, какой-то ласки, сказки самого Ивана Ивановича. Об уровне хохлого сказочника наглядно говорит интерес детей прямо на выставке, углубившихся в чтение. Нам, привыкшим жалеть себя, трудно представить жизнь художника, 50 лет борющегося с недугом, но помогающим и несущим свет и радость окружающим. У Регины Юрьевны Екатерины Хохловой еще много дел. Нужно отредактировать его громадную вот эту вот сказку «Летопись текущих событий» и ее напечатать хотя бы выборочно, потому что она большая, конечно, пока не знаю, что с этим получится. Потом вторую, конечно, надо издать сначала, наверное, небольшой каталог его работы, а потом, конечно, вот как Владимир Петрович Нишилов говорил, конечно, он совершенно прав написать о нем, о Ване. Познакомиться с творчеством русского художника Ивана Хохлова можно в галерее «Сосны» до 14 февраля. Ольга Винтер, Артем Леднев, телекомпания «Одинцова».